Ну что ж, всем доброе утро. Проспект юности. 30 марта и у нас снег. Вот так бывает. Ночью была метель. Вот сейчас тут грязь, конечно, присыпалась снегом и хорошо делают проспект юности. Ночью была метель. Сейчас уже, наверное, ноль, может плюс один. И поэтому все тает. Ну, для Ставрополя это обычная погода. А мы сегодня с вами прогуляемся по юности по проспекту. Прогулка будет долгой, скользкой. И местами грязной. А местами и мокрой. А местами и мокрой. Ну вот сейчас идем. некоторые деревья уже зеленые срывается снег такая у нас креста после завтра апрель такая вот погода так вот у нас сверх чернобыльца вот такие вот руки держат бахово ну а слева у нас чуть впереди рынок раньше нам стояли на речке теперь вот сделали северный торговый комплекс теперь это все культурно выглядит магазинчик внизу а вверху торговый комплекс вот север 50-летия победы здесь установлены часы с отсчетом времени сколько осталось до 9 мая 0 если верить градуснику на здании то 0 ну а вот север 50-летия победы справа это бывшая тридцать первое училище дальше это по-моему тридцать второе было токарей выпускали ну а сейчас оно я смотрю переоборудовано под рчс север 50-летия много всего изменилось вот построили здание и сбербанк ну уже давно в принципе слева вот получается пятерочка бывший магазин изобильник вот сейчас стелят плитку посмотрим до этого конечно еще далеко когда ее положат но вот эта лужа тут постоянно поэтому как-то так впереди справа 37 школа слева это у нас сквер будет мы сейчас туда перейдем ну вот пока время есть плюс у магазина забильный а теперь и пятерочка и тройка тут была ну а мы идем дальше будем переходить на ту сторону на сквер ну вот здесь дом детского творчества за фонтаном ну сейчас конечно это все не работает еще чуть-чуть покажу скверик ну как бы конечно в моем детстве свинокова не было вот уже года 3-4 как этот сквер стоит конечно уже пошарпанный но все таки вот детс дом детского творчества ну вот скверик небольшой ну качельки тренажеры все есть как бы все красиво хорошо уже не помню там были помню я покупал ему там хлеб это очень помню для лопатки как бы проверять свежесть чтобы пальцами и руками не трогали железные специальные лопатки были и вот так вот проверяли свежесть хлеба ну это продолжается новый сквер ну уже не новый уже и повыламывали некоторые фонари видимо когда техника чистила но все равно лучше чем было не было никакой нарушки просто была земля теперь же вот все красиво лавочки, урны, фонари, светло тут в темное время суток камеры на каждом столбу но в общем цивилизация какая-никакая справа вот РМК 31-я Кагань как многие ее знают ну а мы тем временем идем в Вильвермах юность раньше ходили там по тротуарам вдоль дома и сходили вот такая дорожка ну как бы решил вспомнить как я в детстве с братом тогда же никаких ни вайлдерсов ничего не было ну и мы туда летали за дисками там продавались компакт-диски вот вспоминаю с ностальгией было очень интересно мы как бы ходили это общежитие РМК отреставрировали недавно так все и так и так и 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 А сейчас мы зайдем в магазин. С моего детства посмотрим, что там осталось на вермага. Поживала с него дальше не было. По этим порожкам мы когда-то поднимались. О, так и остались товары, спорттовары, сувениры. Дальше копейка. Тут автоматы выдачи товаров. Раньше тут были сувениры, теперь вот шестой кадр. Ну вот тут всегда были подарки. Ну вот здесь всегда были диски с играми. Ну вот теперь пройдем на второй этаж. Там, сколько помню, всегда вот часы. Такая вот лестенька. Часики продаются. И вот тут канцтовары, игрушки. Чаи мои. Видео. 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 Снимаем. Снимаем. Видео. Видео снимаем. Редактор субъектив. Редактор субъектив. Редактор субъектив. Корректор А.Кулакова Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!